Индия и романтическая критика современности 1. В нескольких недавних исследованиях подчеркивается, что общепринятое представление о непримиримом антагонизме между просвещением и романтическим движением следует изменить, между ними есть оттенки и переходы. Тоже справедливо и применительно к суждениям того времени о Востоке в целом и Индии в частности. Как мы уже убедились, эпоха просвещения характеризовалась очень четкой связью общего интереса к неевропейским традициям с мотивом критики современного христианства и Европы. Одной из форм, которую приняла критика христианства, была попытка проследить его происхождение от более старых и исконных традиций, а также убеждение, что такое более исконное религиозное сознание можно найти в Азии и особенно в Индии. И эта мотивация к самокритике и тема происхождения были впитаны романтическим пониманием Индии и Востока. Безусловно, здесь они получили новые рамки самосознания, в частности, более конкретное и органичное осознание культуры и истории, которое не определялось абстрактными категориями прогресса и вырождения. Особенно ответственен за формирование этого нового отношения к истории Иоганн Готфрид Гердер и Иоганн Готфрид Гердер 1744-1803 годы. Он не только оказался пионером романтического движения в целом, но и заложил основы его осведомленности именно об Индии. В его глазах народы и их традиции были живыми целостностями, существующими в органической слитности, и в то же время индивидуальностями, чью неповторимость следует признать. Он рассматривал историю как естественную историю живой человеческой силы, как процесс, в котором единое человечество проявляет себя во множестве форм и выражений, тогда как сама идея человечества действовала как регулирующая сила. Поскольку одна форма человечества и один регион Земли не смогли сдержать это, оно распространилось в тысячи форм, оно путешествовало, этот вечный протеи, по всем областям Земли и на протяжении всех веков. Образы органического роста и развития типичны для мысли Гердера. Например, развитие человечества от Востока до Рима уподобляется стволу дерева, из которого растут ветви и побеги, как единый, старый, простой ствол человечества разросся, пустил сучья и ветви. Восток был младенческим государством, а значит невинным, чистым, с нерастраченными возможностями. Эллинизм был подростковым возрастом, Рим – зрелым. Восток олицетворяет собственное детство Европы. Откуда взялись все народы Европы? Из Азии? Другими словами, мы обнаруживаем здесь новую готовность признать культуры Востока самостоятельными образованиями. И они же одновременно рассматриваются как культуры, относящиеся к нашему собственному происхождению, как источники нашего исторического бытия. 2. Гердеру было присуще неприходящего влечения библейской древностью духом еврейской поэзии. Тогда придите сюда, поэты и художники. Вот величайший идеал и образец для вашего искусства. Однако вскоре он узнал и об Индии, познакомившись с рассказами таких путешественников, как Санират, с работами Рогера, Доу и Холвилла, а также с переводами подлинников, делавшимися все доступнее после 1785-го, особенно Бхагавадгиты Уилкинса и Хитопадещей и Шакунталой Джонса. 3. Важнейшие из оригинальных работ и переводов, впервые появившихся при жизни Гердера на английском, французском или даже латыни, были быстро переведены на немецкий язык или обработаны на нем такими авторами, как Георг Форстер, Франк Майер и Клейкер, который был в этой области особенно продуктивен. Сам Гердер принял личное участие в некоторых работах этих авторов. Так, он написал предисловие к книге Майера «Культурная жизнь народов», опубликовано в 1798 году, а также предисловие ко второму изданию вторичного, немецкого с английского, перевода Шакунталы Форстера, которое вышло в 1803 году, в год смерти Гердера. В целом Гердер был внимательным наблюдателем и активным участником зарождающейся дисциплины современной эндологии. Его симпатия к народу Индии стала еще очевиднее в его дружественном и горячо-одобрительном видении, похожих на детей индусов. Индусы – самая нежная ветвь человечества. Они с удовольствием не причиняют зла всему живому. Они почитают то, что дает жизнь, и питаются самыми невинными продуктами – молоком, рисом, плодами деревьев, полезными травами, которые выращивает их родина. Умеренность и спокойствие, мягкое чувство и тихая глубина души характеризуют их работу и их удовольствие, их мораль и мифологию, их искусство и даже их выносливость под самым суровым игом человечества. С дружеским сопереживанием Гердер описал мысли, которые он считал ядром и основой индуистской мысли – идеи единого существа внутри и за пределами всего, что существует, и идеи единства всех вещей в абсолюте, в Боге. Тема пантеизма, которую можно увидеть здесь в пересказе Гердером Махамудгары, дидактического ведантийского стихотворения, долгое время была одной из центральных тем в дискуссии об Индии. И все же, несмотря на все сочувствие, с которым была встречена Индия, она не прославлялась как потерянный дом или место убежища и отступление от заблуждений современной Европы. Гердер не принял просвещенческую теорию вырождения безоговорочно, но обнаружил, что многое из того, что было изначально чистым в Индии, стало запятнанным. Он рассмотрел некоторые из существующих институтов и убеждений индусов одновременно различающим и двойственным образом. Например, он считал, что влияние брахманов на народ Индии было по существу благотворным. Он находил их представление о Боге великим и прекрасным, а их нравственность – чистый и благородный. Но он также увидел и другой результат – многообразное мошенничество и суеверие, которые уже стали неизбежны, потому что астрономия и хронология, искусство врачевания и религия, передаваемые в устной традиции, превратились в тайную науку одного клана. В результате население созрело для подчинения. Распределение образа жизни между наследственными кланами, то есть кастовый строй, почти полностью исключил всякое свободное совершенствование и совершенствование искусств. Гердер также считал, что индийская доктрина метемпсихоза – переселение душ – привела к катастрофическим результатам. Поскольку она пробуждает ложные чувства сострадания ко всем живым существам, это одновременно уменьшает истинную симпатию к несчастным представителям нашего собственного рода. Поскольку эти несчастные считаются правонарушителями, страдающими от бремени предыдущих преступлений или подвергнутыми испытанию рукой судьбы, в то время как их добродетель будет вознаграждена в будущем состоянии. Доктрина метемпсихоза – это заблуждение, преступающая человечность. Она несовместима с идеей человечности, которую Гердер рассматривал как величайшую регулятивную идею в мировой истории. Превосходство христианства над Индией и Востоком объясняется тем фактом, что это религия чистейшей человечности. И хотя индийская детскость человечества, возможно, прославлялась и идеализировалась в трудах Гердера, он не думал, что желательно или возможно к ней вернуться. Хотя человечество, возможно, родилось в Азии, оно достигло зрелости только в средиземноморском мире, в классической Греции. Общеизвестно, что Индия стала в немецком романтизме центром воодушевления, иногда граничащего с фанатизмом. Здесь присущие эпохи просвещения мотивов истоков и нетронутой святости проявился по-иному, более возвышенно. Сама идея Индии приобрела мифические масштабы. Поворот к Индии стал поиском истинных глубин нашего собственного существа, поиском изначального, младенческого состояния человеческого рода, потерянного рая всех религий и философий. Вечный Восток ждал, чтобы быть вновь открытым внутри нас. Индия была колыбелью человечества и нашим вечным домом. Это был дом и юность души. Он олицетворял дух младенчества, который Шеллинг пробудил в своей раннепрограммной работе о мифах, исторических легендах и философемах древнейшего мира. Ибо в европейском настоящем чего-то не хватало – чувства единства и целостности, и об этом скорбели, как о недуге той эпохи. Была надежда, что возвращение к индийским истокам приведет к переменам к лучшему. Электронная и печатная версии книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru